Доброе утро, дорогие друзья. Итак, снова недельная глава Китово. И мы не будем обращать на сложности этой главы, мы поговорим о другом. Там сказаны совершенно фантастические слова. Давайте вдумаемся. За то, что не служил ты Богу всесильному твоему с радостью и веселым сердцем, когда у тебя было и так далее, все нормально. Какой секрет нам рассказывать здесь? У нас есть уникальная возможность. Даже если, не дай Бог, не служил, а кто и служил, не так, как надо. Радоваться всю эту неделю особой радостью. И мы выполняем заповеди, нас не касается проклятия, которые приведены в этой главе. 92 проклятия, самое сложное, что может быть. А будешь улыбаться, все мимо. Открывай огромный каббалистический секрет. Все серьезные решения в жизни надо принимать, когда находишься в радостном настроении, на подъеме. И наоборот, ни в коем случае не принимать никаких серьезных решений, когда ты в печали, злой, расстроенный или еще что-то. В радости принимаются решения. Запомните, это ключ к самым главным успехам и противодействию любым неприятностям. Есть из книги Каббалы уникальное решение. Как только ты сталкиваешься с какой-нибудь, не дай бог, проблемой, препятствием или неприятностью, немедленно начинай радоваться. И причем, чем быстрее это спонтанная реакция радости, тем больше шансов разрушить ту проблему, которая пришла. Вот надо сопоставить. Представляете, он говорит, да, вам сложно в этом мире, тот, всякий. Ну, хотите, радуйтесь. Люди вначале, знаете, вот часто радуются какому-то хорошему событию, какому-то счастью, но потом привыкают и считают его обычным. Ну, да, вот у меня дети, да, вот у меня квартира, да, у меня машина. Ну, радость большая, но это обычное. Попросту говоря, человек перестает замечать и ценить хорошее в своей жизни. Они как будто оставляют свою удачу в прошлом. А зато, когда что-то не так, да, какая-то неудача, непрестанно из-за дня жалуются, вот это вот у меня плохо, вот это. То есть беда всегда с нами, не в прошлом, а в настоящем. Вот этот порочный круг надо разобрать. Надо, чтобы радость была с нами сегодня, а все неприятности оставались во вчерашнем дне. Поэтому мы читаем проклятие этой недельной главы в конце года, чтобы оставить это в прошлом. Чтобы дать нам сигнал, что мы так должны поступать в своей жизни. Человек, который неудовлетворен, которого все время съедает ныне. Это проявление самой черной неблагодарности по отношению к небу. Человек с своим подавленным настроением как будто заявляет, что сомневается, не верит в небо, в справедливость и милосердие Творца. И, соответственно, начинают работать так же и с тобой. Расскажу короткую мазь. Как дела? Спросил однажды Балшемтов водовоза Йоселе. Слава Богу, говорит, плохо. Почему, говорит Бешта? Ну что я тебе могу сказать, Раби? Мне 78 лет. Я делаю тяжелейшую физическую работу. Кроме того, моя дочь несколько дней назад развелась с мужем, с которым много лет и так мучилась. И теперь они приехали ко мне со своими детьми. Полный дом набитый всем этим. Бешта, говорит, благословляю тебя, чтобы у тебя было все хорошо. Хасиды, которые сопровождали Раби, подумали, как же так он исправит эту ситуацию. Через неделю встречаются, Хасиды идут, и Йоселе едет. Спрашивает его Бешта, как у тебя дела? Он говорит, ты знаешь, Раби, все отлично. Я счастлив, благодарю Бога за все хорошее. Посмотри, мне уже 78 лет. А я еще могу работать физически. Есть люди, которые в моем возрасте вообще ничего не могут делать. Моя работа важна. Я водой развожу воду людям. Кроме того, моя дочь, так страдавшая своей супружеской жизнью, наконец развелась. И приехала с мужем, приехала с детьми ко мне. И теперь мой дом полон веселых голосов моих внуков. И вот тогда Хасиды поняли значение благословения. На самом деле ничего не изменилось в жизни этого водовоза. За исключением одной великой и самой важной вещи. Взгляда на жизнь. И это сделало его жизнь совсем другой. Когда мы посмотрим не черным взглядом, а светлым на свою жизнь. Выбирая только самые хорошие моменты. Оставляя в прошлом все неприятности. Мы становимся партнерами Бога по устройству собственной жизни. Нам надо улыбаться. И тогда проклятия проходят мимо. Нам надо верить в небо. И тогда проклятия проходят мимо. Нам надо видеть только хорошее. И тогда все это проходит мимо. Вот секрет этой недельной главы. Ну и последний, наверное, на сегодня. Однажды к учителю пришел ученик и спросил его. Рэбе. А правда, что Бог любит смеяться. Рэбе ответил. Конечно, иначе он не был бы бессмертен. Вот с радостью на эту неделю. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего. И что только радости. Вот всю неделю нас сопровождали. И все неприятности. Оставляйте их. Забудьте туда их. На свалку истории. Брахава, Ацлаха.